здравствуйте мои хорошие канала и вторая надежда сегодня у нас несколько необычная дислокация позже мы вернемся к обычно но сегодня будет так позиции сегодня будет три прошлый расклад на одну позицию ну как обычно до собрал два лагеря те кто за те кто против но как я сказал на моем канале будет периодически чередоваться на три позиции и на одну на три позиции я делаю больше раскладов но они более короткие и на одно делаю реже потому что тех людей с кем резонирует их меньше конечно чем тех кто любит на три позиции поэтому я так решила что я так делаю если кому-то что-то не нравится пожалуйста закрывайте видео не смотрите мой канал я буду не против и я на вас не обижусь но пожалуйста все свои недовольства не надо высказывать те кто прям недоволен недовольным я без лишних разговоров блокирую я не хочу объяснять людям которые не понимают и также для тех кто хочет быстро без предисловий без болтологии пожалуйста идите на сайт и выбираете карту читаете сами и делаете свои собственные расклады такими какими они удобны для вас на моем канале будет именно так как есть мой дом мои правила кому не нравится пожалуйста не смотрите еще раз и так прошлый расклад был мысли чувство намерения действий перспективы да все в одном спасибо тем кто пишет что вам нравится расклады на одну позицию я именно для вас их и делаю я знаю что вас у меня много и игнорировать мнение такого большого количества подписчиков я не могу два канала делать я не буду как мне говорят сделайте два канала там один канал на одну позицию два канала на три позиции два канала это в два раза больше времени те кто ведут свои каналы они прекрасно понимают о чем речь те кто не понимает о чем речь и заведите себе один канал вкладывайте в них все время все силы фантазию ресурсы возможности и может быть потом вы поймете что такое иметь один канал и что такое если кто-то вам скажет а заведите второй канал вот под мои нужды либо под нужды тех с кем я не согласен вот для них сделайте другое делайте вам что-то другое нет мои дорогие пока будет один канал и будет так как сейчас на данный момент всех недовольных я прошу сразу закрывать видео не смотреть все мы с вами договоримся прошлое видео мысли чувство действия намерения планы в одном видео можно там за полчаса за 40 минут сделать объемный расклад в рамках видео на три позиции это сделать сложно и это будут тогда матрешки вот что я не люблю поэтому сегодня мы посмотрим мысли и все что касается ваших отношений следующий раскладка я понимаю будет чувство и потом намерение действия и перспективы я думаю так мы с вами договоримся когда я расклады как я их называю модульные да мы делаем по темам и смотрим не смотрим тот вопрос который актуален да если одна позиция резонирует вы сразу в одном раскладе смотрите на все вопросы которые озвучены здесь же придется запастись терпением но у меня нету свободного три часа времени чтобы сделать вот на три позиции вот емкий емкий расклад даже полутора часов вот порой времени нет особенности сейчас лето начинается тоже свои дополнительные моменты появляются так что договоримся с вами что будем делать как мы делали раньше модули 33 позиции да и две колоды это черная таро и таро исцеляющий свет как я говорю мне очень колода это понравилось и те кто думают присматриваются к ней я рекомендую колода создана строго строго в традиции райдеру это ну конечно своими образами но тем не менее они тоже очень понятными понятные и кто с этой колодой подружится я думаю вот одной рабочей колодой вашей коллекции будет больше черная таро многие с ним с ним знакомы и на моем канале она уже тоже это не новая колода тоже пишут что она создана якобы в традициях райдеру это да и вынесены в этой колоде прежде всего только темные стороны арканов но не совсем согласно не совсем трактовка этой колоды идет в духе райдера уэйта может быть кто-то со мной поспорит но я опираюсь на свое собственное ощущение данной колоды и так три позиции смотрим мысли мысли вашего мужчины а вас на сегодняшний день карты могут бликовать ничьи ничего опять же с этим поделать не могу у меня нету условий профессиональной студии может быть когда-нибудь будет может быть когда-нибудь дорасту ей до такого что у меня будет профессиональная студия озвучка и так далее монтаж но пока имеем что имеем я надеюсь вы выбрали если вам не хватает времени ставьте на паузу и начиная с первой позиции смотрим сигнификация ваших отношений на данный момент чтобы вы понимали это ваше отношение или нет если не ваши и чувствуете что что-то не то да что-то не совпадает вы не смотрите дальше чтобы потом не было разочарования что это не мой расклад вторая позиция не мой расклад и вообще все не так и не то и было не так да если эта позиция не ваш конечно все будет не так и не то итак ваши отношения на данный момент измены постоянные часто повторяющиеся измены либо постоянно часто повторяющиеся вранье невозможно здесь от человека получить правду невозможно от человека получить ту информацию которая была бы отражением той действительности которая происходит здесь человека много говорит он может много обещать и вроде бы в целом вот его послушать вроде бы здравомыслящий человек да и вроде бы все он правильно говорит по факту потом выясняется что это ложь вранье также это для тех у кого любовные треугольники вот это тоже подходит потому что здесь постоянное вранье и много много обещаний постоянно вранье может по отношению к жене да что у меня нет никого или я уже всех бросил все ты у меня одна или постоянная в ситуация с враньем по отношению к любовнице что вот-вот подожди дорогая и вот сейчас вот через месяц я уже чемодан соберу я уйду и так далее видите что все это заканчивается тем что вы видите каждый день день сурка с этим человеком верховная жрица да здесь много в отношении тайн много непонятного и мужчина по большому счету здесь вас уже разочаровал на вот то что вам он говорит предлагает или обещает вам уже это ничего не надо здесь такая хорошая четверка кубка мне нравится здесь сидит да вот уже склонилась над тремя кубками все уже оплакивая да все то что было да она смотрит и уже понимаешь много же чего было сказано обещано и уже не интересно да я уже в этом разочаровалась по ты мне еще что-то новое хочешь предложить нет я уже понимаю что это новое вряд ли будет отличаться от того что я уже вижу перед собой разочаровал мужчина упал здесь мужчина несколько ваших глазах пашкубка ведь несостоятельность несостоятельность да здесь четко ведь прослеживается две женщины верховная жрица и императрица императрица здесь также может быть мамой рядом с которой живет мужчина и мамина слова на самое первое самое главное здесь может быть мужчина который живет со своей женой либо здесь мужчина который имеет ну такую не знаю подругу бывают такие подруги мужчина холостой но у него в друзья какая-то там подружка которая по жизни там его консультирует это тебе подходит это не подходит а с это тебе стоит пойти на свидание а с это не стоит то есть есть какая-то такая фигура которая имеет давление влияние на данного мужчина по сути здесь мужчина что мы здесь мужчина здесь мужчина борется за свое здесь мужчина хочет найти себе теплое место как рыба которая ищет где глубже человек где лучше так и здесь человек конечно он выбирает это вранье которое потом для вас оказывается враньем для него это некая ложь является некой ложью во спасение но например на вам обещают что я брошу всех и буду только с тобой а по факту ну по факту мотивация такая что если я и скажу сейчас что я никого бросать не будут а то она от меня пойдет она сама меня бросит поэтому я пока повру а там дальше разберемся то есть мужчина здесь здесь прежде всего в своих собственных целях чтобы иметь тот лакомый вкусный кусочек виде вас чтобы не терять пока здесь вот заинтересованности в разрушении отношений с вами здесь я не вижу то и вот здесь четко такой вот тандемчик верховная жрица императрица все его устраивает до много тайн до много вранья измена одной женщине может говорить одно другое второе да и даже если это мама мама я с ней все не встречаюсь мы с ней порвали вот и мама вроде бы спокойно а на самом деле он с вами продолжает встречаться либо стоит советчица и да ей тоже он может врать что какая вы на самом деле может приукрашать либо приумолять ваше достоинство вот но чтобы сохранить здесь доверие да и отношения с обеими женщинами кто из них кто здесь вы конечно сами для себя решайте бывает такие ситуации что вы видите да у него никого нет а потом насколько читая даже в комментариях что оказывается потом действительно выяснилось а я не верила да я писала в комментариях что нет никого сразу по горячим следам не стоит делать выводы наблюдайте смотрите итак если это сигнификация совпало смотрим мысли мужчины о вас на данный момент на сегодняшний день что он сегодня думает о вас что вы над ним взяли верх да здесь мужчина который понимает что здесь вы можете им сейчас управлять именно так как вы хотите и с вашим решением здесь мужчина спорить не может но здесь видите такое такое решение что я могу тебя послать и конечно доводов чтобы вы остались мужчина вам привести не сможет либо здесь больше желание чтобы чтобы вы согласились на его условия ну-ка какие его здесь условия так ли будь со мной как можно дольше вот со мной как можно дольше а для чего ему это ну видите здесь мужчина хочет конечно взаимодействие здесь мужчина хочет но ваши ведь и отношения вот какая-то вспышка то конечно здесь любовный треугольник да пусть даже он выглядит виде женщины мужчины там и его мамы и женщины мужчины моего коллеги по работе которые он присутствует пусть даже так но здесь мужчина хочет чтобы ваши отношения такие такую вспышку я приехал все у нас хорошо и я уехал да и уехал с пониманием что я в следующий раз снова здесь вернуть хорошо что еще здесь мужчина думает о вас что вы будете хорошей женой хорошей хозяйкой вот мать хозяйка жена из вас здесь будет отличная и прекрасная плюс он считает что вы такая женщина которая можете сама себя содержать сама себя обеспечивать что вы не попросите у него денег на свое содержание что вы не попросите у него помощи какой-то его спонсорской помощи сает помощь здесь больше ведь шестерка пентакли это вы бы да вот помогли бы ему и вообще было бы шикарно те кто подозревает что мужчина здесь меркантилен да это частный случай но я если вы смотрит вроде бы все хорошо но я подозревай в его Admir контильности шестерка пентаклей Туста пентаклей и королева пентаклей восьмерка пентаклей и тройка пентаклей до очень много этотливых карт материальных для такого небольшого расклада поэтому да здесь есть у мужчины материальное или меркантильные заинтересованность Как минимум здесь что еще может быть, что мужчина надеется, что вы вообще не сядете к нему на шею и вообще не попросите его вас содержать. Ну, это может быть, конечно, такая негласная просьба, но чтобы он не чувствовал себя необходимым, быть необходимым таким вот спонсором вас как женщины. Что еще он думает о вас? Изменял, девочки, изменяю и изменять буду. Это не тот мужчина, который выбрал для себя женщину и он на ней успокоился. Это тот мужчина, который всегда в поиске, поэтому мысленно он думает, что да, я хочу с тобой по отношению, да, ты шикарная женщина, как хозяйка и все с тобой хорошо. Но стабильность, стагнация, привычка это то самое, что он не сможет никогда в своей жизни терпеть. Как раз таки привычка, некая сценарность в отношениях, когда я уже знаю, да, мы встретимся, мы пойдем туда, мы проведем вечер так, потом, допустим, там у нас, не знаю, там интим, который тоже по определенной сценарности, по определенной траектории, ему это неинтересно. Это мужчина, который искатель новых эмоций, новых впечатлений, поэтому либо этого мужчину здесь постоянно удивлять, постоянно, чтобы у него даже мысли не было там кого-то найти, потому что в вас есть все, чем вы можете его, все его фантазии там удивить или удовлетворить. Либо здесь понимание того, что мужчина, да, он полигамент и одной женщиной не ограничится. Если здесь говорить о том, что здесь, да, вот думает ли мужчина в скором времени сделать выбор, нет, здесь выбор не стоит здесь, да. Пока еще вранье и пока еще игра в свои собственные ворота у мужчины здесь присутствует. Все, мои хорошие, я надеюсь, данный расклад вам понравился. Ждите, конечно же, продолжение в виде чувств на сегодняшний день, да, в виде намерений и действий и перспективы. Конечно, мы посмотрим, наверное, перспективы, намерения, действия, все это в один расклад можно будет сделать, потому что намерения и перспективы, да, это все как-то вяжется. И можно сделать в три позиции. Буду рада лайкам, буду рада комментариям. И всего вам самого наилучшего, да, что я уже взяла себе за традицию желать, потому что нет ничего лучшего, чем пожелать другому человеку самого хорошего, самого лучшего, самого доброго, чтобы все было хорошо. Итак, вторая позиция. Сигнификация ваших отношений. Слушайте внимательно, если это ваше, или вы чувствуете, что это про вас, максимально про вас, то вы смотрите дальше. Если нет, то в этом смысла нет, чтобы не разочаровываться. Качели. Вот здесь ситуация качели. Здесь мужчина, который очень ревнивый, очень недоверчив, но очень сексуален. Здесь мужчина, который прижимистый, но мужчина, который действительно, вот сказать, что он там лодорь, бездельник, бездарный, там не умеет работать, зарабатывать, нет. Это мужчина, который уже добился определенных возможностей в своей жизни. И тем самым он считает для себя возможным вот быть таким, какой он есть. А я, а я такой. И мне можно, мне можно ревновать, мне можно устраивать концерты, мне можно набивать себе цену, мне можно там тебя наказывать финансами и рублем. Король Пентакли это мужчина, который может наказывать рублем женщину, что если ты, допустим, плохо себя ведешь, ты со мной ругаешься, значит подарков я тебе дарить не буду. Но также и в виде поощрения. Здесь мужчина, который, если вы его воодушевили, вдохновили, подняли ему настроение и так далее, да, здесь мужчина расщедрится. Это будет, конечно, разовая акция вот в плане щедрости, но тем не менее. Мужчину, которого здесь вряд ли можно провести, потому что здесь мужчина, обычно женщинам присущ такой вот нюх какой-то, да, такой вот прям вот такой вот звериный на обман, на ложь. Ну, а здесь мужчина, ну, здесь, да, вот в виде пажа мечей, как некий сыщик, который будет вас контролировать, который будет спрашивать, а с кем ты сегодня была, с кем ты общалась. А вот я тебе звонил, а ты трубку не брала или ты с кем-то общалась. То есть ему надо быть всегда в курсе того, что с вами происходит. Ну, тогда ему спокойнее. Здесь мужчина не любит находиться в неведении. Здесь мужчина не тот, который, для которого вот женщина загадка и все, его к нему тянет. Здесь нет, здесь мужчина, который очень любит перестраховаться, мужчина, который очень любит гарантии. Все то, что он заработал, это не методом, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Это все выверит, это все семь раз отмерит и один раз отрежет. Это человек, у которого нюх, вот у него нюх на деньги, у него нюх на качественные отношения, на женщин. Если женщина чем-то его зацепила, чем-то ему понравилось, чем-то вот своим таким собственным, он, конечно, эту женщину будет преследовать, доведет ее, конечно, своими ревностями. Здесь может ревновать каждому столбу по поводу и без повода, но такой. Хотя сам здесь тоже мужчина харизматичный. И сказать, что он здесь любовник, да, здесь любовник, достойник от мужчины. Но если мы рассматриваем чисто такие вот качества мужские, да, вот согласно их его половой принадлежности, да. Здесь мужчина неплох. Ваши отношения. Ну, качели здесь вот показано, что здесь можно было бы ждать какой-то стабильности, но она недолговременная. Все заканчивается, вот, и потом понеслась. Сел Иванушка на конька и поскакал. И причем моменты стабильности, они очень короткие по сравнению с тем, вот, с моментами таких вот скачек каких-то непредсказуемых. А потом пауза, да. Здесь, смотрите, здесь какая-то стабильность, и вроде бы все хорошо. Потом что-то случается, и наступает момент кризиса, когда начинаете либо вы у него что-то выяснять, либо он у вас начинает что-то выяснять. Не договорились, и все, замолчали. Потом кто-то первый делает шаг в отношении другого, и снова, да, тишь да гладь, все хорошо. Потом снова какая-то вспышка, что-то случается, и опять понеслись непонятки выяснения отношений, поссорились, поконфликтовали, пауза. Вот такие здесь у меня показаны отношения. Я надеюсь, вы смогли понять, да, настоящего момента ваш расклад, это или не ваша позиция, или нет. Если ваша, то смотрим дальше. Итак, мысли мужчины о вас на сегодня. Что он сегодня о вас думает? Расскажи, пожалуйста, что ты думаешь. Вот я так устал. Я так устал. Я хочу отдохнуть. От кого ты хочешь отдохнуть? От своей любви, от своих чувств. Здесь мужчина решил взять девочке паузу, потому что он считает, что вам с ним действительно нужно отдохнуть друг от друга. Самое важное, что ему здесь очень как-то тяжело. Вот ваши отношения для него сейчас такая очень неподъемная ноша. Угнетают его ваши отношения. Видите, как согнулся. И причем вас он здесь не понимает. Здесь карта такая, да, человека, а на нем какая-то букашка. Очень большая, да. Вот ваши тараканы, если так еще переводить данную карту. Ваши тараканы, они ему непонятны. Из разных зоопарков ваши его тараканы. Он говорит, я устал, мне нужна пауза. Так больше он говорит, продолжаться не может. Хорошо, что еще ты думаешь? Он говорит, я боюсь, я переживаю, что она начнет новые отношения. Или если у вас уже есть новые отношения, он очень страдает от того, что у вас появился кто-то новый, кто-то другой. Видите, здесь шут, который в классической колоде всегда стоит на обрыве. Вот, либо вот шагает, да. Здесь он просто в квантовом скачке перепрыгнул. Боится, что вы сделали безрассудный какой-то шаг. Также здесь безрассудный шаг в свое новое будущее. Да, все. Раз ты решил, что нам нужно друг от друга отдохнуть, ты отдыхай, а я пошла в свое новое будущее. Но больше всего здесь мужчина переживает, что у вас могут начаться новые отношения. Меньше переживает за то, что вы без оглядки, без него пошли в новую жизнь. Он остался, видите, здесь на обрыве. И он не рискнет здесь прыгнуть за вами. Да, так будет наблюдать. Но его это очень расстраивает и очень тяготит. Что еще думаешь? Я жду, когда она поймет, что между нами действительно чувства настоящие, которые это не просто так, просто так. Такие чувства между людьми не бывают, не происходят. А это дано для чего-то. Это судьба. Вот карта страшный суд. Карта судьбы. Карта кармы. Здесь мужчина считает, что вы не просто так встретились, не просто так пересеклись ваши жизненные пути. Для чего-то это нужно. И не просто для чего-то это нужно было, а для чего-то, что будет еще в будущем. Как многие люди думают, да, и как многие говорят, что если судьба, мы будем вместе. Если не судьба, значит нам не по пути. Здесь мужчина считает, что вы судьба, и будущее между вами еще будет какое-то. Он здесь хотел бы, чтобы уже случился какой-то судьбоносный момент. Что, знаете, вот щелкнуло, а вот действительно я не ошибался в своих мыслях. Здесь пока мысли, да, здесь не чувства, здесь не действия. Но почувствуем здесь что-то есть. Такое вот теплое, когда мужчина чувствует, что, ну, непроходящее, да, не пробегающее в его жизни, вы мимо женщин. Что-то такое есть здесь серьезное. Ну, и да, вот эта комбинация мне очень порадовала, что боится, боится, что вы начнете новую жизнь без него, да, особенно с другим мужчиной. Конечно, если будет другой мужчина, то это понятно, да, что вы поставили на этих отношениях уже точку, все смысла в них не видите, и все. Начинаете новый лист своего жизненного романа. Вот этого он очень сильно боится, и вряд ли он с этим смирится. Ну, посмотрим. Все, да, на сегодня все. Дальше будут продолжения по чувствам, по намерениям, действиям. Ну, я надеюсь, сегодняшний расклад вам помог прояснить. Да, какие-то вопросы в своей голове. Буду рада видеть ваши лайки, буду рада видеть ваши комментарии. И я желаю вам всего-всего самого наилучшего, что вы сами себе желаете. Я думаю, каждый человек сам для себя знает, да, что ему больше всего надо. Кому здоровья, кому любви, кому удачи, кому денег. Каждому свое. Так, вторая позиция. Так, третья позиция. Что происходит в ваших отношениях? Давно в ваших отношениях здесь. Вы знакомы здесь очень давно. Здесь может быть история, которая длится десятилетиями. Могли учиться в школе в одной, в университете. Жизнь вас могла сталкивать много раз. Так, понимаете, что этот человек не просто так в вашей жизни. Но каждый раз получалось так, что вот как-то не вовремя, да. Мы встретились, встретиться бы нам раньше, да. Или не получилось, разошлись пути дороги. Кто-то вынужден был уехать, кто-то там вынужден уехать в другое место, да. Впоследствии встречаетесь у каждого здесь уже семьи, у каждого здесь своя жизнь. И против этих событий здесь бороться было невозможно. Да, что-то такое здесь вставало на вашем пути. И понимали, что и с этим человеком хочется быть, но и полноценно быть невозможно. Препятствия, постоянные препятствия, внутренний вопрос, да. Почему он постоянно в моей голове? Почему мы периодически сталкиваемся? Почему даже, казалось бы, да, уже можно было забыть человека, а то вдруг я натыкаюсь где-то на его фотографию. Или где-то там всплывает его имя, и я начинаю о нем думать. Но также здесь и пересечения, да, как я говорила, да. Это могла быть какая-то любовная история в юности. И потом, впоследствии, спустя много лет вы встретились, и понимаете, что жизнь у каждого сложилась своя. И вместе быть невозможно, но и выкинуть друг у друга из жизни тоже нереально. Реально. Постоянно между вами эти дистанции, расстояния и отношения здесь могут быть. Вот действительно и сейчас на данный момент, что вы друг от друга очень далеко. Тянет друг к другу, да, вы друг для друга, как какая-то цель, или даже больше, наверное, сказать, правильнее сказать, да, что вы какая-то мечта друг для друга. Но эта мечта, она постоянно, да, вот вроде бы ты к ней приблизился, а она откатилась дальше, как мираж, да, вот в пустыне, что вроде бы ты оазис этот видишь, все, ты до него доходишь, а он каждый раз все дальше, дальше, дальше. Обстоятельства, которые встают между вами. И каждая встреча или каждое общение для одного из вас – это большая боль, большая тяжесть, большие переживания. Но сделать здесь ничего с этим невозможно. Тяга безумна, сильная тяга. Но обстоятельства здесь выше у вас, сильнее. Вот такая вот здесь история. Я не знаю, да, здесь есть ли место любовным треугольникам, есть ли место просто, да, разным вероисповеданиям или разным странам, в которых вы сейчас находитесь. Вы в одной стране, вы в другой, да, и границы. Потому что жизнь свою сейчас мешала карту. Вот у меня опять карта звезда. Вы далеко друг от друга здесь. Самое главное препятствие – расстояние. Либо, да, еще такое расстояние, да, по звезде может указывать, что действительно между вами такие вот препятствия, которые очень сложно преодолеть. У каждого сложилась своя жизнь, да, и вы можете близко, но между вами такая пропасть, да, и чтобы ее преодолеть, здесь просто нужно перевернуть всю свою жизнь с ног на голову. Я надеюсь, что той сигнификации, которая сделана, вам хватило, чтобы понять, что это именно ваша история, да, и именно то, что я говорю, это ваше. И мы смотрим дальше мысли, мысли вашего мужчины на сегодняшний день. Что он думает о вас сегодня? Видите, долгое время мы не можем быть вместе. Долгое время у нас не получается. Долгое время мы вот идем друг за другом, да, скитаемся. Но есть ситуации, которые не преодолеть. Здесь может быть также разных социальных статусов. Вы, допустим, очень успешная леди, вот, а ваш мужчина, я не знаю, там, водитель такси, там, или еще что-то. И вот эта вот лестница социальная, да, не дает вам дорогу. Здесь может быть действительно, что у каждого уже своя семья, едва сердца тянутся друг к другу, а никак не преодолеть. Мужчина здесь, вот, и его мысли о том, что здесь очень долго нам не получается дойти друг для друга. Очень долго не получается вот создать что-то уже свое собственное. Мысли о том, что он ничего здесь не может сделать для того, чтобы быть ближе с вами. Здесь, может быть, и вы уже, да, вот, от такой ситуации, что каждая встреча, да, или каждое пересечение, каждое общение доставляет сильную боль. Могли уже сказать, все, хватит, да, все, нам общаться не стоит, да, все, это тяжело, все это выворачивает наизнанку. Лучше никак, да, вот, чем так. И мы еще понимаем, что он ничего не может сделать для того, чтобы вас все равно оставить рядом с собой, вас приблизить. Он все понимает здесь, но он сделать с этим ничего не может. И вроде бы здесь маг, да, но, видите, маг это такая иллюзия, что вроде бы я и мог бы что-то сделать, но то, что я могу сделать, это полный пшик. Это ничего в вашей жизненной ситуации не решит. Вот эта мысль этого мужчины. Даже если я что-то и захотел бы, да, ну, обстоятельства настолько сильнее вас, что бесполезно даже вот напрягаться, бесполезно даже пробовать шаг какой-то сделать. Пропасть, кстати, еще какая здесь, может быть, разные, разница в возрасте, вот. Для тех, кто просит, да, сделайте, пожалуйста, расклад, что я там старше его или он там гораздо старше меня. Без разницы, девочки, у отношений и у любви возраста нет. Я поэтому такие расклады прицельные не делаю на разницу в возрасте. Если это важно в раскладе, карты всегда это покажут. Если не важно, то не важно, да, какая между вами разница. Конечно, все должно быть в пределах разумного, да, не 30 лет разницы между мужчиной и женщиной. Мы тоже должны понимать, что разность возраста в виде целого поколения или двух, но это слишком много. Вот я ничего здесь делать не могу. Безысходность здесь. Вот все, что мне показывают карты, вот мыслим, мужчина, безысходность. Мне пришлось уйти, да, или пришлось согласиться на то, что между вами по отношению быть не может. От этого тяжело. Он говорит, ну, сделать я ничего не могу. Хотя это надуманные страхи. Все мы знаем, да, что восьмерка мечей – это карта надуманного страха. Этот человек свою ситуацию, свое положение приукрашает, приустрашает в несколько раз. Можно было бы здесь как-то повлиять на ситуацию, можно, но вот страх здесь бежит впереди вот его каких-то желаний, и все. Ничего, самый-самый сильный врат для нас – это мы сами, ровно как и самый добрый и надежный союзник. Но здесь мужчина борется с самим собой, точнее, со своими собственными страхами. Ничего он с этим сделать не может. Что еще он думает о вас? Вы смотрите, как мужчина, как мужчина, да, здесь мужчина же должен делать все равно шаги, да, вот по правилам, вот по каким-то социальным нормам, да, ты мужчина, ты и делай. А мужчина здесь ждет, что вы вступите вот в эту мужскую роль и примете какое-то решение, которое будет максимально комфортным и для вас, и для него. Он хочет, чтобы вы, ждет, чтобы вы были тем самым мужчиной в ваших отношениях, который примет какое-то уже правильное для ваших отношений решение. Поэтому мысли здесь такие, переворачиваю здесь еще иерофант. Опирается на вашу мудрость, что вы более мудрая, вы более правильная, вы лучше знаете, как лучше сделать. Он говорит, прими ты решение, ты лучше знаешь, как и что здесь можно сделать. Но мужчина, видите, его страхи вам сначала, самый первый ваш враг, с которым придется побороться на пути ваших отношений, это страхи мужчины. Вот вам нужно эти страхи развенчать, дать ему полную уверенность в том, что он не пожалеет, да, что это не так страшно, или это не будут такие потери, как он их для себя видит. Он, во всяком случае, девочки надеются, что будет в чувствах, что будет в намерениях, действиях, перспективах, все мы это посмотрим в двух ближайших сериях данной трилогии, данного модульного расклада. Но на сегодня пока мысли, мысли все, максимально все, что можно было посмотреть, самого важного. Можно, конечно, перебрать всю колоду, да, и все мысли поставить, но я думаю, это не стоит делать, потому что мы же смотрим самое важное. Все, мои хорошие, я надеюсь, вам понравился расклад, я надеюсь, прояснил он какие-то моменты. Думаю, третья позиция, как обычно, разбередит душу, заставит настроиться на сентиментальный лад, и меня от третьей позиции тоже часто ввергаю, знаете, в такое состояние какое-то философское. Ну, третья позиция, троечки, без этого никуда, может быть, я поэтому и решила остановиться в свое время на трех позициях на канале, потому что, ну, это вот максимально. Четвертая часто дублировала одну из позиций, и видя это из расклада в расклад, я решила, что, ну, зачем это делать, когда смотрят четвертую позицию, ищут что-то свое, а получается, что они натыкаются на то, что они видели в первой, второй, в третьей позиции. Лучше сделать три, но каждая будет по-своему уникальна. Отдельно я хочу сказать спасибо тем, кто дошел до этого момента и смотрел видео от начала до конца. Вы у меня умнички, вы тренируете интуицию, и многие здесь, уже те, кто смотрят видео, да, и выбирая свое, чувствуя свое, здесь уже большие интуиты. И вам, наверное, стоит уже покупать свою колоду Таро, вот, и уже тренироваться, чтобы смотреть свои собственные ситуации. Но я рада, что вы со мной. Я желаю вам всего самого наилучшего. Я буду рада лайкам, я буду рада комментариям, обратная связь, она всегда важна. И до скорых встреч. Пока-пока.